МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Что может быть важнее семьи? По-моему, бесспорно, но ведь куда актуальнее звучит другой вопрос. Как ее сохранить? Вот уже который год в Белоруссии наблюдается настоящий свадебный бум. Только вот досада. Статистика испорчена огромным количеством разводов. Так как же построить крепкие семейные отношения и счастливую семью? Об этом мы не только говорим сегодня в студии на Пушкина 8. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Начальник Дома гражданских обрядов Гомельского горосполкома Ольга Климкова. Ольга Олеговна, рад видеть. Милости просим. Заместитель председателя общественного объединения Совета отцов города Гомеля Геннадий Муравьев. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель главного врача Гомельского медико-генетического центра «Брак и семья» Юлия Николаева. Юлия Захаровна, добрый день, рад видеть. Здравствуйте. Наш постоянный гость и эксперт программы, клирик Гомельской епархии, протеерей Александр Лопушанский. Отец Александр, здравствуйте. 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 Ольга Олеговна. Мне хочется, конечно, сказать, что к семье нужно относиться с очень большой серьезностью. Во-первых, супруги должны относиться друг к другу с большим уважением. Необходимо учитывать характер, где-то в чем-то уступить, где-то в чем-то настоять на своем, конечно же. Если возникнет какая-то сложная ситуация, ее нужно обязательно обсудить и решить обоюдно. Ну и, естественно, если живет семья отдельно от родителей, это очень хорошо. В чем же секрет крепкой и счастливой семьи? Ой, я думаю, что это очень сложный вопрос. Если бы были какие-то универсальные рецепты, не было бы столько проблем. Все бы ими пользовались, правда? Поэтому, конечно, вообще я абсолютно согласна со словами Ольги Олеговны. Это действительно вообще это уважение, это понимание, это терпение. Ну а с точки зрения еще вот своей профессии, я бы хотела сказать, что, конечно, счастье – это когда в семье все здоровы. И как медик, конечно же, эту информацию говорите. Отец Александр, Геннадий, подключайтесь к разговору. Для зрителей расскажу, вы многодетные отцы. Поделитесь информацией, сколько деток в ваших семьях, отец Александр. У меня, конечно, меньше, чем у Геннадия. У меня четыре ребенка, но Господь благоволил, что они все мальчики. Поэтому я, помимо того, что многодетный отец, я еще обладаю вот такой небольшой собственной армией. Совершенно полярная ситуация у второго гостя в студии, Геннадий. Знаю, что у вас все девочки. Сколько их в семье? Пятеро девочек. Сейчас мы ожидаем шестого сына. Ох, эта информация достойна буря аплодисментов. Уважаемые гости, можно ли вывести какой-то определенный, самый главный фактор, который больше всего влияет на крепкость семейных отношений? Отец Александр. Любовь. Это самое главное. Но любовь еще нужно заслужить. Любовь нужно еще воспитать. Ну и, конечно, готовность супругов встретить любые испытания вместе. Не бежать от проблем, а эти проблемы стараться решать. Ну, конечно, таких еще факторов, наверное, очень-очень много. Геннадий, все говорят о нематериальном. А как же про финансы и достаток в семье? Достаток в семье можно создать своими руками, если работать, трудиться. Достаток будет. А особенно такая большая семья к этому подстегивает и подталкивает? Подстегивает, да. Ну, сейчас я работаю на одной работе, а раньше на двух, а то и на трех работал. И, ну, нормально было. Мы никогда не страдали, что когда-то чего-то не хватало. Своими секретами семейного счастья поделились с моей коллегой Екатериной Сопельниковой и зрители «Беларусь-3». Давайте посмотрим, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Доверие, в первую очередь, ну, наверное, это ключевой фактор. Для семейного быта самое главное – это жилье. Ну, просто его снимать очень дорого. В кредиты – это тоже кабала. А эти деньги можно спокойно потратить на более интересные и более нужные нужды. Я думаю, что главное, чтобы чувства были настоящие, от этого все зависит. А, свадьба – неважно. Можно просто тихонько расписаться, и все будет хорошо. Совместное жилье – хорошая работа, с хорошей зарплатой, чтобы не было никаких конфликтов по поводу нехватки средств. Взаимопонимание, конечно. Взаимопонимание – все. Это главное. Уступать друг другу. Иногда прощать. Все. Больше ничего. В наше время, если честно, конечно, материальное положение тоже влияет. Потому что, чтобы обеспечить детей дальше, образование, обучение и все подобное, на одной любви, как бы, это тоже не построится. Должна быть какая-то и материальная база немножко. Ой, это не для меня. Семейное счастье, в первую очередь, заключается в том, чтобы люди стремились к чему-то, пытались развиваться. Потому что, если человек не развивается, а другой человек развивается, то между ними происходит такой разрыв, можно сказать. И интерес пропадает. Главное стремление – поддерживать любимого человека. И чтобы деньги были. И все. Мы вот сможем. Они, например, расписались. Никакой свадьбы не сыграли. Просто расписались и все. И у нас отношения лучше стали. В понимании друг друга. Самый главный секрет. Просто жить и радоваться каждой минуте. Все, что происходит в нашей жизни – это уже счастье. Семья, дети, родители, работа. Все составляющее счастья. В эфире «Гомель» – это студия на Пушкина 8. И мы продолжаем. Уважаемый августе, ваши короткие комментарии. Юлия Захаровна. Мы, в общем-то, то же самое и сказали вообще в предыдущем вашем вопросе. Это действительно то же самое. Счастье вообще – это находиться в гармонии вообще с самим собой. Действительно, надо учиться вообще этому состоянию. Надо учиться радоваться каждому прожитому дню. Надо уметь вообще радоваться. Ну, наверное, мелочам. Потому что, в общем-то, из этих мелочей состоит вся наша жизнь. И тогда вот вопрос о счастье, наверное, будет звучать немножко проще. Отец Александр. И все же, каждое третье, ну или каждое четвертое мнение касалось материального. Собственное жилье, достойный заработок и престижная работа. Как без этого, спрашивают гомельчане. Ну, конечно, это тоже очень важно. И говорить только о некой нематериальной составляющей в браке, наверное, очень сложно. Материальная составляющая тоже должна быть. И, наверное, любой глава семейства должен всегда задаваться вопросом. Ну, есть у меня семья, но надо ее как-то кормить, нужно как-то одевать своих деток. И мы это обязаны делать. Мы обязаны строить быт вместе. Мы обязаны вместе строить все, что связано с жизнью нашей семьи. Вообще, вот говорили о счастье. Да, счастье – это соучастие друг в друге, в жизни друг друга. И в радостях, и в горе, и в совместном построении этого быта пресловутого. Все должно быть. То есть фраза «смилым» и «рай в шалаше» тоже имеет место быть? Конечно. А как же материальное благо? Ну, надо как-то и преодолевать и шалаш. Нужно строить что-то более достойное. Ольга Олеговна, достаточно любопытно узнать о соотношении браков и разводов. Что говорит статистика последних нескольких лет? Мы проанализировали последних четыре года. Если брать 2013 и 2015 год, то браков было практически одинаково, имею в виду по городу Гомелю. Они колеблются от 5121 брака до 5324. За 9 месяцев 2016 года количество, конечно же, изменилось. На сегодняшний день это 3100 браков. Тем не менее, не может не радовать статистика появления деток на свет, не так ли? Конечно. Деток появилось больше. И где-то по сравнению с прошлым годом на 1000 больше деток у нас будет зарегистрировано. Что же касается соотношения браки и развода, какая информация здесь? В отношении разводов, скажу так, 30-40% от количества браков. Это в зависимости, наверное, от года. Но все-таки, если рассматривать ситуацию последних 5-10 лет и так далее, нынешняя ситуация, она чем отличается? Много браков и много разводов примерно так? Не всегда. Смотря какой год. Вот я не знаю, с чем это связано, но мы ведем статистику, мы смотрим, сколько браков, сколько вступило граждан в брак и сколько прекратили. В зависимости действительно от года. В какой-то год больше, в какой-то меньше. Средний возраст пар стал выше. И это тоже факт. И повод для размышления. Стоит ли говорить о том, что наши гомельчане стали более осознанно подходить к созданию семьи? Возрастной ценз мужчин составляет 27-29 лет. Женщин 25-27. Конечно, однозначно, эти пары осознанно подходят к созданию семьи. У них есть образование, у многих есть хорошая работа, жилье. То есть это такой европейский тренд. Сначала нужно состояться как личность, как профессионал, а потом уже заниматься семьей. Дом, конечно. Потому что оно проще. Есть за плечами образование и работа. Нужно рожать деток, воспитывать их. Нужно заниматься воспитанием детей. Кстати, про детей, Юлия Захаровна. А к планированию ребенка наши гомельчане тоже стали более серьезно относиться? Вы знаете, да. Вообще, вот хочу отметить, вот в этом плане очень такие позитивные моменты в отношении нашей молодежи, которая планирует стать детьми. Все чаще стали обращаться вообще супружеские пары именно перед планированием беременности. Как к этому подготовиться? Вообще, как лучше к этому подойти? И это очень здорово, потому что везде уже давным-давно вообще четко известно, что беременность должна быть планируемая. И чем более, скажем так, ответственно, чем более серьезно подойти к этому вопросу, тем лучше будет результат. Тем больше шансов на то, что вообще семья получит долгожданного здорового ребенка. Об этом еще подробно сегодня поговорим. По-прежнему специалисты утверждают, что сегодня существует некая мода на штамп в паспорте и что-то вроде соревнования в масштабности торжества. Может быть, с этим связан не такой долгий век многих семей? Геннадий, как считаете? Я считаю, что если хотят потратить больше денег, то могут и потратить. Но, по моему мнению, это не для чего. Свадьба, свадьба, родственники и хватит. Это совсем не влияет? Это совсем не влияет. Мнение опытного мужчины, отца пятерых деток? Да, пятерых деток. Мы расписались, вообще просто расписались, и торжества как такового у нас не было. И даст Бог, все и дальше хорошо будет. Отец Александр, ваше мнение. Некоторые еще говорят про некую моду на венчание, что вдвойне не очень хорошо. Ведь так? Так, слава Богу, сегодня уже нет моды на венчание. Сегодня стало отрадно видеть, что многие люди уже более осознанно подходят и к этому шагу тоже. Потому что венчание – это что-то более глубокое, нежели просто роспись браки. Венчание – это когда люди не просто любят друг друга, а когда они еще вместе любят Бога. Когда семья поистине христианская, и все-таки в центре семьи стоит главный предмет их веры. Вот, и, собственно говоря, на вере в Бога, на любви к Богу, и с христианской позицией должна созидаться настоящая семья. Это очень твердый камень, это очень твердый фундамент. Говоря о подготовке свадебного торжества, многие вспоминают о неких счастливых датах. Ольга Олеговна, расскажите, какие подарил в этом плане 2016-е? Наверняка уже перспективы строите на 2017-й. В 2016-м году это было, конечно же, 14 февраля – День Любленных. Остальные субботы, на которых было много заявлений, это последняя суббота – июля, и две субботы – августа. Это связано, наверное, с тем, что совсем уж красивых дат, как 12-го, 12-го, 2012-го, в 2016-м году не было. Совершенно верно. А как насчет 2017-го? Дом гражданских обрядов и все органы ЗАГСа, города Гомеля, приведут предварительную запись. И на следующий год таким ярким числом у нас будет 7-е, 0-7-е, 2017-й год. Кстати, цитата из сети интернет. В високосный год, каким является 2016-й, нельзя жениться, выходить замуж и нежелательно рожать детей. Но не абсурд ли? Я считаю абсурд. Многие думают, если они зарегистрируют свой брак в високосный год, то продлится он очень мало по времени. Я считаю, как ты относишься к семье, такая у тебя будет продолжительность жизни в этой семье. Хорошо, но ведь статистика говорит о том, что количество браков в 2016-м достаточно ниже, чем в предыдущем, в 2015-м. То есть по-прежнему верим и прислушиваемся мы к забабонам, не так ли? Да, многие прислушиваются, конечно. Мы видим по количеству зарегистрированных в високосный год браков, конечно. Я знаю мнение отца Александра на сей счет, и все же вопрос вам. Насколько влияет дата, месяц и год рождения новой семьи на крепкость отношений? Наверное, настолько, насколько люди в это верят. Вопрос веры. Как один мудрый старец сказал, кто кого боится, тот того и раб. Будем бояться каких-то трудностей или дат, от этого же и будем страдать. На самом деле, да, все это абсурдно, и верить в это нелепо. Это все то, что мы называем суеверием. Но касательно дат, когда можно или когда нельзя вступать в брак, у церкви на этот счет есть свое определенное мнение. У нас есть свой определенный календарь, которого мы придерживаемся. Допустим, мы бракосочетание не совершаем, венчание не совершается в многодневные посты, накануне среды пятницы и накануне воскресного дня. Ну и также накануне больших христианских праздников. Но это, в первую очередь, связано не с тем, что эти даты несчастливые или какие-то неправильные. Это связано с тем, что если пришло время поститься, пришло время какого-то большого поста, это значит, что не время совершать какие-то большие торжества. Ну и, конечно, к суевериям церковь относится достаточно негативно. Конечно, конечно. У нас есть вера, а есть такое понятие, как суеверие. Вера – это что-то большое и очень важное. А суеверие – это что-то очень мелкое и совершенно ненужное в нашей жизни. Не сошлись характерами. Кризис среднего возраста, квартирный вопрос. Список можно еще долго продолжать. Геннадий, как оградить себя и свою семью от таких проблем или же оговорок, успокаивающих себя? Как в этом плане поступили в своей семье? Я считаю одним из главных умений в семье, мужа и жены, умение разговаривать. Разговаривать между собой и в обсуждении практически всегда рождается истина. Решаются любые вопросы, обсуждаются. Не надо замалчивать проблемы, вопросы. Надо разговаривать, надо обсуждать. То есть есть проблемы? Не носи ее в себе. Не нужно выносить ее на обсуждение. У нас уже последние годы стало ритуалом. Мы встречаемся, поговорим. Есть о чем? Есть. Пойдем на кухню, сядем, поговорим, обсудим. То есть семейные советы имеют место быть? Как это выглядит? Собираетесь на кухне? Вы как глава семьи? Если семейный совет, то я говорю, девочки, в спальню. И все обсаживаемся и разговариваем. Что-то решаем. После этого вы выходите как высшее руководство к СМИ и говорите, семейный совет постановил. Мое мнение, оно на уровне со всеми. Практически так всегда. Решаем все коллегиально. Я знаю, что ваш коллега по папашколе написал даже пособие по тому, как избежать ссор в семье. В чем основной секрет? В умении разговаривать и в умении слушать. Ссора – это когда ссорятся два человека. Но пособие Сергея Бычкова, оно о том, как не допустить ссоры. Когда один человек начинает что-то высказывать, его необходимо выслушать. Выслушать и поблагодарить. Родная, спасибо тебе за то, что ты обратила свое внимание. На то, что я не помыл посуду. В общем, семейная жизнь – это настоящее испытание. С чего же оно начинается? С пресловутой бытовухи, отец Александр? Ну, может быть, и с этого тоже. Вообще, мы, православные христиане, очень серьезно относимся к семейным вопросам, к семейной жизни. Во-первых, мы всегда говорим и напоминаем, что к свадьбе нужно готовиться. К семейной жизни нужно готовиться. В семье, где растет ребенок, должны быть семейные традиции. Ребенок должен расти в нормальной, здоровой семье и видеть, как правильно строить свою уже будущую семью. Второй момент – нужно деток всегда готовить свои к тому, что семейная жизнь – это не то, что мы видим в телевизионных сериалах. Это не такая уже красивая жизнь, как мы ее рисуем. Еще, если мы обратимся к советской психологии, если мы обратимся к святоотеческому наследию, вот созвучно, да, потому что я как-то брал в руки замечательную книгу «Семейная психология», изданная еще в Советском Союзе. Так вот, во многих источниках говорится о том, что настоящая любовь, она приходит спустя годы семейной жизни. Нужно прожить, может быть, 15-20 лет вместе, чтобы понять, что ты друг друга любишь. А то, что происходит между молодыми людьми – это скорее не любовь, это скорее влюбленность. Это когда мы любим что-то в человеке. Может быть, всего человека мы еще не знаем, но что-то мы в нем любим. Нам нравится волос, нравится его голос, нравится его глаза и прочее, прочее. Но приходит время, когда ты уже привыкаешь к этому образу, привыкаешь к этому человеку, и куда-то влюбленность исчезает. И тогда начинаются все проблемы. Начинает вылазить бытовуха, начинает вылазить уже просто человек, уже тебе надоел внешне. А вот тут надо уже перетерпеть. Слушаю вас, и вспомнилась очень красивая история про два камушка с острыми углами, которые положили в мешочек и очень долго трясли. А завершение этой истории имеет два исхода. Первый – камушки терлись-терлись, разорвали мешок и выпали. Но ведь есть и вторая сторона медали, когда камушки от соприкосновения друг к другу острые углы обтесали и остались вдвоем в этом мешочке под названием «Счастливая семейная жизнь». Да, я бы хотел добавить буквально к вашей истории замечательную мысль, которую всегда высказывал перед молодыми людьми покойный владыка Аристарх, наш епископ Гомельский. Владыка Аристарх всегда говорил, что запомните, любовь есть там, где есть терпение. Вот научитесь друг друга терпеть в буквальном смысле этого слова в семейной жизни. Вот тогда научитесь любить. Юлия Захаровна, центр, который вы представляете, называется «Брак и семья». По большому счету, две основные составляющие, которые ассоциируются с счастливой семейной жизнью. Но ведь случаются и проблемы, с какими чаще всего обращаются пациенты к вам и вашим коллегам. Ну, наш центр, в общем-то, работает, если можно так сказать, в двух направлениях. Вот с одной стороны, это оказание помощи, медицинской помощи семьям с наследственными врожденными заболеваниями. Другое направление, тоже не менее вообще важное, это оказание, опять же, медицинской помощи семьям с различными нарушениями репродуктивной системы. Вот вы заметили, да, что в первом и во втором случае я вообще обозначила наши, так сказать, задачи, связанные со словом «семьи». Это действительно вообще так, потому что у нас оказывается помощь именно семьям. Вот, и это очень важно, что в одном учреждении имеют возможность пройти вообще обследование, лечение именно оба супруга. Вот особенно это касается вообще, конечно, проблем, связанных вообще с различными репродуктивными нарушениями, особенно с бесплодием. Я знаю, что приходят за помощью не только гомельчане и жители области. Услуги центра пользуются и у зарубежных пациентов, не так ли? Ну, в первую очередь мы, конечно, областное учреждение, и, конечно, приоритет вообще для обследования, для лечения у нас имеют жители Гомельской области. Но, конечно, вообще услугами центра нашей медицинской помощи вполне вообще могут воспользоваться и воспользуются жители не только других областей вообще нашей Белоруссии, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. Проблема бесплодия касается, по статистике, если не ошибаюсь, каждой пятой семьи в мире. Ну да, такие цифры, в общем-то, звучат. Достаточно страшная статистика. В чем корень всех проблем? Ой, ну, одним словом, однозначно на этот вопрос ответить, конечно, крайне сложно. В общем-то, основной, наверное, причиной бесплодия по-прежнему считается, это перенесенные какие-то вообще воспалительные, инфекционные заболевания, особенно вот в репродуктивной сфере. Но, с другой стороны, есть и другие причины. Это и генетические вообще причины. И особенно в последнее время выходит на первый план, как одна из серьезных причин вообще бесплодия, это проблемы, генетически обусловленные проблемы, свертывающие системы крови. Что это значит? Ну, значит, это вообще, наверное, тема для отдельного разговора. Это очень долгий разговор. Вот, это сложная проблема. Но, тем не менее, эту проблему сейчас тоже научились диагностировать. И самое главное, что с ней научились справляться назначением специальных лекарственных препаратов, которые, в общем-то, способствуют улучшению системы кровообращения, системы кровоснабжения, кровотворной системы. Вот. И очень положительно влияют на возможность наступления беременности. Не очень хорошие факторы, неправильный образ жизни и экологические проблемы, ведь так? Ну, и это тоже мы не можем, конечно, никаким образом сбросить со счетов. Юлия Захаровна, какому количеству пациентов все же удается помочь? Есть ли такая статистика? Статистика такая, конечно, есть. Ну, во-первых, существует очень много методов лечения бесплодия. Ну, если так говорить попроще, они делятся на консервативные методы и хирургические, да? Вот. Значит, ну, эффективность лечения с помощью консервативных методов составляет порядка 30-40%. Но все это, конечно, безусловно, очень зависит и от исходной ситуации, от причины вообще возникновения бесплодия. И я хочу сказать, что это во многом зависит от желания, опять же, семьи выполнять вообще все рекомендации врачей, потому что иногда это бывает, ну, достаточно сложные и трудоемкие, если можно так сказать, процесс. То есть это работа в тандеме, причем я сейчас говорю не про пару мужчин-женщина, а про пару и врачей-специалистов. Ну, тогда это работа, если можно так сказать, в начале в тройке, вот, с участием врача-специалиста. Вот, и обязательно, конечно, это работа, ну, это участие вообще обоих супругов вообще в решении этой проблемы. Вот, если говорить об оперативном методе лечения бесплодия, в частности, вообще, вот, ну, известного сейчас метода, который относится к вспомогательным репродуктивным технологиям, это экстракорпорального оплодотворения, то эффективность этого метода у нас в центре приближается к 40%. То есть, в принципе, это 35-40% мировые, в общем-то, цифры, которые говорят о, ну, достаточно успешном применении этого метода лечения. Вы уже говорили в этой студии и в начале программы о том, что постепенно гомельчане все более тщательно готовятся к появлению ребенка. С чего начинать обращение к специалистам? Когда, в какой период обращаться? Ну, сейчас даже существует специальный термин, который называется прегравидарная подготовка. То есть, это подготовка к беременности. С чего следует начать? Начать следует с элементарного, вообще, с посещения врача-акушер-гинеколога. И в зависимости уже от результатов этого посещения, дальше планировать, так сказать, все моменты по подготовке к беременности. За последние несколько лет, думаю, следите за ситуацией, только в Гомеле появилось несколько профильных клиник. И все же, есть ли сегодня те уникальные услуги, которые оказывают именно в центре брака семья? Ну, начнем с того, что оказание медико-генетической помощи, То есть, и консультация, вообще, медико-генетическое консультирование семей, проведение дородовой, которая называется пренатальной диагностики, вообще, во время беременности осуществляется только в нашем центре. Ни в одной другой клинике, ни в частной, ни в государственной, в Гомельской области, такие медицинские услуги, в общем-то, не оказываются. Вот, опять же, лечение бесплодия с помощью экстракорпорального оплодотворения, с помощью других вспомогательных, репродуктивных технологий, тоже оказываются, в общем-то, у нас в области только в нашем центре. Мой вопрос снова адресую отцу пятерых девочек. Геннадий, помните свои первые чувства, которые присутствовали после того, как узнали, что родилось, появилось на свет, первая ваша доченька? Наверное, волнение какое-то, волнение, может быть, даже страх. Как она вырастет, как ее воспитать, что будет дальше. Ну, я хочу сказать, что к нам вот на папа-школу приходят парни, они, конечно, между собой никому ничего не говорят, но оно видно, что они боятся. Они боятся, они не знают, как подступиться к этому ребенку, который появляется. Сегодня у вас самая настоящая семья. Вы с супругой и пять девочек, семь членов семьи. Ну, по сути, идеальная картина. И все же у многих зрителей, уверен, появился вопрос, как уделить каждое внимание. Они немножко разъехались, старшие уже живут отдельно. Ну, а с младшими оно, в принципе, нормально. Разница между последней дочкой и двумя средними 15 лет практически, поэтому они смотрят друг за дружкой и смотрят за младшей. А мы уже так, направляющая и указующая сила. В какой момент, давайте вспоминать, вы поняли, что ваш опыт, богатый родительский опыт, может быть востребован среди отцов? Когда мы ожидали Лизу, Ольга предложила мне, сказала, есть в Гомеле папа школа, я не изначально в ней работаю. И предложила пойти туда посмотреть, что это такое, и, может быть, что-то вспомнить, какие-то вот, что-то послушать. Я пришел туда, прошел курс вместе с молодыми отцами, хотя дети-то уже были и дети взрослые. И я понял, что это мое. Давайте немножко поясним нашим зрителям, чтобы было более понятно, что такое папа школа. Папа школа – это курсы для мужчин, которые ожидают появления ребенка. Потому что, ну, основная масса отцов, они считают своей целью, своей задачей в семье просто… Заботятся о доходе. Да, обеспечивают материально семью. А там ребенок уже как вырастет, как… Это уже пусть мама заботится, пусть воспитывает и всем этим занимается. Вы поставили задачу переломить этот стереотип. Получается? Понемногу получается. Школа работает уже 6 лет, и 37-я группа вот закончилась у нас. Занятия на прошлой неделе закончили. Первая тема – это называется она «Моя беременная жена». Потому что ясно, что у женщины происходят различные процессы психологически. Там все меняется. Поэтому мы рассказываем ребятам… Как мужчинам реагировать, где-то грамотно поддерживать супругу. Да, как это переломить или как, наоборот, с этим смириться, поспокойнее и поглаже пройти вот этот период. Вторая тема – занятия. Второе занятие, она у нас более практическая. Мы занимаемся с ребятами, полностью показываем, как купать ребенка. У нас есть кукла «Реборн». Наблюдая, как с гордостью Юлия Захаровна слушает информацию. Ведь действительно толковый опыт. Это действительно здорово, что есть возможность молодым папам, будущим папам вообще вот освоить такие моменты. Здорово. Третье занятие у нас, оно совместное идет. Будущего отца и будущей мамы. Мы приглашаем пару. И там более психологическое такое занятие. Потому что всем понятно, что семья из двух человек – это одно, а семья уже из трех человек или больше с детьми. Это уже совершенно другие отношения. Поэтому вот такое третье. И четвертая тема занятия – воспитание малыша до полутора лет. В общем, настоящая азбука, которая просто необходима любому мужчине, который планирует пополнение в семье. С какими заблуждениями чаще всего обращаются начинающие отцы в папа-школу? Может быть, есть пару примеров показательных? Ну, заблуждений, наверное, нет, потому что ребята приходят практически неподготовленные. Хоть и информации вроде бы много. Открыл интернет, ответ на любой вопрос. Интернет – это интернет. Там надо перелопатить горы информации, горы, и чтобы найти вот это нужное зерно. Приходят ребята, вы же знаете, ребята сейчас вот 25-30 лет, это постперестроечный период, вот они родились, и семьи были маленькие. Раньше, вот дореволюционные, это может быть, после революции, семьи были большими, разница у детей была очень огромная, вот как у нас, к примеру, в семье. И старшие дети уже навозятся с младшими, и я на 100% уверен, что со своими детьми они будут знать, как к нему подойти, как его поднять. Благодаря тому ценному опыту, полученному в семье. А насчет заблуждений у нас один парнишка, он пришел, мы обычно на первом занятии спрашиваем, ребята, цель вашего присутствия здесь, какие задачи вы ставите, что вы хотите от школы, озвучьте. И один, так сказал, мне очень запомнилась эта фраза, говорит, ну, я хочу научиться пользоваться ребенком. Ох, это, наверное, самое сложное. Папа-школа, это все-таки не единственная инициатива Совета отцов города Гомеля, как звучит, ведь, правда, Совет отцов города Гомеля. Расскажите о наиболее значимых проектах этой организации. Ну, самый главный проект – это Папа-школа. Мы движем ее давно уже, вот шестой год. Второй год работает у нас такой проект, называется он «Папа-зал». Суть в том, зимой особо с детьми, с маленькими не наиграешься на улице, поэтому мы ходим в спортивный зал одной из школ города Гомеля, в 45-ю школу. И там занимаемся с детьми час, полтора, два. Ну, как занимаемся? Тусим. Бегаем, прыгаем, кто чем занимается. Интересно. Это и новый опыт, и новое знакомство оттуда, и новые друзья? Дети знакомятся между собой. Ну, и мужчины, конечно, конечно. Где-то какие-то вопросы обсудить, что-то где-то. Ну, есть что обсудить, есть о чем поговорить. Следующий наш проект совместно с отделом образования железнодорожного района это «Рух дворовых гульняв». Так называется, да. Расскажите. На белорусском языке. Это дворовые игры. Часто забытые, но не менее интересные. Вот в октябре 2012-го прошел у нас турнир по дворовому мини-футболу. Собирались мы, ну, погода вот испортилась. В начале ноября провести турнир выбивала. Помните, такая старая детская игра. Там по шесть человек, и мячики бросают. Вот. И пока у нас пекарь есть, есть чижик и лапта. Это мы планируем на весну. Это уже все договорено. Площадки есть. Это все будет делаться. Задача, я так понимаю, вытащить не только детей, но и их родителей, которые часами и ночами просиживают у компьютерных игр. Вот это главная задача, вытащить детей совместно с их родителями. Родители знакомятся между собой, потому что сейчас ситуация такая, что в подъезде люди даже не знают друг друга, кто они, откуда. А так, дворовые площадки есть, и нормально. Турнир по футболу прошел на ура. Ольга Олеговна, вы бы с ребенком отправились на такие состязания? Конечно. По-моему, плюсы налицо, правда? Конечно, согласна. Отец Александр, достаточно личный вопрос, и все же вам его адресую. Чем отличается семья, где отец служитель церкви? Я думаю, абсолютно ничем. Евангелие написано для всех одинаковое, и с нашей позиции любая семья должна быть доброй христианской семьей. И жизнь священнической семьи, она ничем не отличается от жизни обычной семьи. У нас такие же горести, такие же радости. Также в отпуск ездите, наверное. Также в отпуск ездим, также ходим в кино, в парк. Абсолютно такая же жизнь, как у всех. Ну, может быть, разве что мы стараемся вместе молиться Богу дома. Ну, любая христианская семья это должна делать. Но иногда я своих малышей привлекаю к помощи мне во время богослужения. Но это уже издержки профессии. Что главное, по-вашему, дает духовное воспитание? Ведь мы сейчас говорим о воспитании тех, кто в будущем будет создавать новые семьи, новые счастливые семьи, будем надеяться. Духовное воспитание. Воспитание согласно жизни по Евангелию, во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, что очень важны семейные традиции. Если в семье их нет, то нужно их как-то строить, нужно создавать эти семейные традиции. А часто люди приходят в церковь и просят подсказать, как правильно поступать? Не у всех же есть долгое древо генеалогическое, где была возможность отслеживать, учиться, смотреть на предыдущее поколение. Вы знаете, приходят, но не так часто, как бы хотелось, наверное. То есть за советом, как сохранить семью, приходят люди. Да, то есть мы пытаемся с ними говорить на эту тему. Слава Богу, сегодня начали приходить молодые люди перед свадьбой, даже уже не просто перед венчанием, просто перед росписью в ЗАГС, для того, чтобы побеседовать со священником. То есть как, на каких основах строить свою семейную жизнь. Это уже хорошо. Так, уважаемые гости, спасибо за этот интересный разговор. К сожалению, время нашей программы в эфире подходит к завершению, потому у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Ольга Олеговна, вам слово. Если решили создать семью, делайте это с большой ответственностью. Любите, уважайте, слушайте друг друга. А в трудных ситуациях находите компромисс. Ведь каждый человек творит своего счастья. Геннадий, я так понимаю, вы в своем подведении итогов будете приглашать молодых отцов в папа-школы? Само собой, само собой. В папа-школу, в папа-зал. Уже отцов, которые имеют детей, пусть приходят в папа-зал. 45-я школа, вторник и суббота, 18.30. Не стоит забывать про ваш личный пример. Пять деток – это все-таки достойно уважения. Деток шесть уже, потому что мы ожидаем шестого ребенка. А в некоторых странах возраст ребенка считается со дня зачатия. Поэтому будем считать, что ему уже семь месяцев. Юлия Захаровна, вам слово. Я, наверное, закончу тем, с чего я начала. Есть замечательное определение Всемирной организации здравоохранения, которое, в общем-то, дает определение понятию здоровья. Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие. И вот я желаю всем здоровья во всех его проявлениях. Отец Александр. Что можно пожелать? Терпения, любви. И строить, наверное, свои отношения, семейные отношения на правильном понимании самих этих отношений, на правильном фундаменте, краеугольном камне. Ну и понимать всю, конечно, меру ответственности, которую мы на себя берем. Ошибок бояться не стоит, они ведь закаляют. Конечно, не стоит. Ничего не стоит бояться. Даже каких-то трудностей или даже ссор. Опять же, ничего бояться не стоит. Надо жить и преодолевать эти трудности. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ